Здравствуйте, дорогие зрители! Я Сабина Саблина и это программа «Смотри спорт!» Танец, боевое искусство, музыка и акробатика. Кто бы мог подумать, что это сочетается? Но ведь это так! Знакомьтесь! Капуэйра! Назвать год, в котором появилась Капуэйра, довольно сложно. Исследователи до сих пор не пришли к единому мнению. Но известно, что зародилась она примерно в 18 веке в далекой от нас Южной Америке. В то время на континент стали завозить чернохожих рабов. И согласно одной из теорий, под видом танцев они практиковали боевые искусства, которые были запрещены. Прежде всего делали они это для защиты. Знания Капуэйра им действительно помогали при побегах. Колонизаторы из Португалии миллионами завозили рабов в Бразилию для вырубки сахарного тростника. Рабам нельзя было практиковать боевое искусство, чтобы не было восстаний. И в какой-то момент они придумали, что боевое искусство можно очень здорово замаскировать под танец. Собственно, так и появилась Капуэйра. Это симбиоз танца, боевого искусства, акробатики и музыки все вместе. А вот эта маскировка под танец, она под собой имела какие-то плоды, то есть они защищались ей? Да, они защищались. Очень многие рабы убегали в джунгли, основывали там свои поселения, одно из которых насчитывают 5 или 10 тысяч беглых рабов. Постепенно Капуэйра набирала популярность, особенно после отмены рабства в 18 веке. Она стала распространяться на весь мир. А в начале прошлого столетия Капуэйра оформилась в качестве спорта. А уже через несколько лет, в 1937-м, ее официально признала Национальная федерация бразильского спорта. Стали открываться школы, появляться новые стили. В Волгограде же студия Капуэйры открылась всего несколько лет назад. Очень-очень-очень много лет назад я думал, чем же мне начать заниматься в плане спорта. Выбирал между брейком и тайским боксом, но брейк на тот момент в моем городе начал загибаться. Танис-брейк-данс. Да, танис-брейк-данс. Секцию по муай-таю, тайскому боксу я так и не нашел. И случайно, совершенно включил телевизор. Там парни в белых штанах что-то такое непонятное делали. Они вроде как и танцевали, и трались, и прыгали акробатику. Мне стало интересно, я стал узнавать, что же это такое. Оказалось, что это Капуэйрак. Я нашел секцию рядом со своим домом и как туда записался. Это джек-код такой был? Да. Желания совместили? Да, да. А в Волгограде, когда вот открыли студию, кто к вам приходил и вообще был ли интерес с самого начала? С самого начала, да, интерес был. Мы на первые два открытых урока собрали больше 40 человек. Сейчас у нас в Волгограде работает 4 зала в трех районах города. Занимаются дети от 3 лет и взрослые. У них и примечений по возрасту нет вообще. Ну вот и, кстати, о занятиях. Давайте начнем о занятиях для детей. Какой возраст, какого возраста начинаете принимать? Что изучаете в первое время, первые месяцы? Детей мы берем с трехлетнего возраста. И для детей это базовая физическая подготовка. То есть дети учатся отжиматься, качают пресс, играют с мячиками, развивают координацию. Плюс изучают базовую акробатику. Кувырки, колеса, стойки на руках. Многие дети, которые занимаются в секции, пришли в нее из смежных видов спорта. Но есть и те, кто пришел без подготовки. Как говорит тренер, разницы особо нет. Все ребята начинают постигать азы этого боевого искусства одинаково. Но, как говорят сами юные спортсмены, здесь им нравится атмосфера. Вместо криков и принуждений здесь есть место для юмора и для общения. Поэтому тренировки проходят легко и незаметно. Но при этом ребенок развивается физически и у него появляется координация и растяжка. Ярослав, расскажи, пожалуйста, как ты пришел в этот вид спорта? Что тебе понравилось? Я пришел сюда, поскольку мне стало просто интересно, что это такое. Я нашел в интернете, мне стало как-то больше, хотел узнать об этом. И поэтому я решила попробовать сюда сходить. Мне здесь все вроде нравится. Хорошие друзья. А что в интернете вот нашел такого интересного, что прям загорелось? Мне стало интересно, что это такое. Это танец. Написано, что было, что это вроде как было искусство и танец. Мне вот это больше всего поразило, поскольку я ни разу такого никогда не видела и не слышала. Но вот когда уже пришел, ожидание и реальность совпали? Очень хорошо. Тренер очень добрый, все хорошо объясняет. Мне здесь нравится. Хожу месяц и всем доволен. Но вот многие ребята, с которыми мы общались сегодня, они пришли из каких-то других видов спорта. У тебя было такое вот спортивное прошлое перед Капуэлемой? Да, у меня была йога. У меня на йогу очень много ходило. Вот, есть зона соревнований в разных городах. Ну и решил попробовать что-то новое. И сейчас решил сходить сюда. Ну, здесь все-таки, как ты уже и сказал, это и танец, и единоборство. Что тебе самому больше нравится? Как вообще проходят ваши тренировки? Проходят они, ну, я как бы не ощущаю здесь, как я в другом месте. Я ощущаю здесь, как вторая семья. То есть все ко мне хорошо относятся, я ни с кем никогда не ругался. И мне больше здесь нравится, что это как танец. То есть тут можно открыться. Потому что у тебя хорошие друзья, которые тебя всегда помогут и поймут. Ну, я смотрю, у вас еще очень весело проходят тренировки. С хорошим настроением уходишь? Очень с хорошим настроением. Особенно после школы можно хорошо так выпустить пар и так далее. Ну вот, и еще мне кажется, что это не только вот хорошее настроение, друзья, но плюс и тренировка мышц, правильно? Вы сделаете и какие-то акробатические важные моменты. Я еще начал ходить сюда по второй причине, что как-то можно их использовать как самооборону, что в случае опасности можно себя закрепиться. За целый месяц как ты ходишь, ты, может быть, уже в себе какие-то изменения заметил? Да, мне даже как-то стало, я больше могу бегать, то есть у меня больше сил появилось, и все идеи стало, сразу ощущается. И если Ярослав ходит на тренировки всего месяц, то Илья Савельев занимается капоэрой уже несколько лет. Раньше мальчик занимался акробатикой, но, решив поменять вид спорта, остановился на том, который сочетает в себе сразу несколько направлений. Все начало с того, что когда мы вставали на стойку на руках, я по привычке тянул носки вверх, а надо было? Нет. Так далее. То же самое в ударах было. Я смотрю, ваши тренировки проходят довольно весело. Да. Почему тебе нравится здесь? Может быть, подружился с кем-то из ребят? Во-первых, очень хороший коллектив, хороший тренер. Он никак на акробатике не орет. Хороший. Мне нравится здесь еще, потому что мы тут и играем, и веселимся, и разговариваем. Мне хорошо. Мне очень нравится то, что у нас не большой коллектив, а 6-7 человек. Потому что в большом коллективе учитель выдает одному, ну, как-то каждому ученику гораздо меньше внимания. А тут каждый получает нужное внимание. И тем самым делает лучше и быстрее учитель. А вот музыку слушала, которая капоэра, как она у тебя? Ну, со временем начала она наедать, потому что я учусь уже, по-моему, четвертый год, поэтому одно и та же музыка надоедает. Да, так как капоэра сочетает в себе в том числе и танцы, тренировки и семинары проходят по традиционную музыку. Именно она задает основной темп и ритм всему действию. Занятия в Волгограде проходят и для малышей, и для взрослых. Конечно, первое время будет довольно сложно. В общем-то, как и в любом виде спорта. Но большой плюс капоэры здесь могут заниматься все. Вне зависимости от возраста, пола, телосложения, физической подготовки, капоэру считают самым мирным единоборством. Самый сложный, наверное, все-таки, аспект физической подготовки, но со временем на тренировках все равно силы и выносливость развиваются. Давайте как раз остановимся немного о физической подготовке. Какие есть упражнения, что обязательно, может быть, есть какой-то комплекс, который нужно обязательно показать. И где вы это показываете? Упражнения самые базовые, как везде отжимания, пресс, колеса. А так ребята приобретают нужную силу и ловкость прямо в процессе тренировок. То есть какого-то специального комплекса нет. Вы просто приходите, занимаетесь, даже если с нуля, и через какое-то время, если вы ходите постоянно на занятия, ваша физическая сила повышается. Ну вот мы сейчас можем заметить, что ребята выполняют какие-то движения, они больше похожи на танец. И что вот это вот? Это именно тот момент, когда удары скрыты в танце. Капуэра помогает отвлечься от жизненных проблем. Хотя бы на пару часов окунуться в теплую атмосферу далеких стран. Но капуэра – это не только спорт или танцы. Это нечто большее, отмечают занимающиеся здесь. И, прежде всего, этот вид боевых искусств привлекает своей необычностью. Несмотря на то, что я занимался другими видами боевых искусств, я в какой-то момент понял, что это как минимум интересно. Это интересно выглядит со стороны. Интересный набор движений. И вот порядка двух лет назад я подумал, что это хороший вариант для развития мозга и тела. Нашел это объявление о том, что в Волгограде группа открылась. Пришел, попробовал и понял. Да, это здорово. Вы говорите про развитие мозга. Давайте поподробнее. С помощью чего развитие происходит? Ну, смотрите, самый простой вариант понимания того, о чем я говорю, того, о чем я говорю. Любой вид деятельности, физическая деятельность или научная, она связана с работой мозга. Формирование нейронных связей. С другой стороны, если мы говорим чисто о физике, то мы говорим о моторных нейронах и о том, что когда выполняешь новое движение, которое раньше никогда не знал, не пробовал, но если есть мотивация, выполняешь его хорошо и формируется новая нейронная связь, мозг становится хорошим, эффективным и сразу идет проекция на все остальные виды деятельности. Ну, да, кстати, про все остальные виды деятельности. Как помогает спорт? Как развивает спорт? В чем помогает? Ну, я вижу, если честно, очень хорошую связь между я, моя работа, она связана с информационными технологиями, связана в том числе и с написанием программ для ВМ и некоторыми другими вещами. Как только я начал заниматься, переключился именно на КПР, я начал видеть новые зависимости в тех местах, где раньше я не замечал. С другой стороны, занятие КПР – это ведь не только физика процесса, это еще музыкальная составляющая. Это общение с мастерами, у которых достаточно большой опыт в разных сферах. Многие из них, в общем-то, даже представители других стран. И когда вот этот опыт по крюпицам получаешь, то начинаешь видеть некоторые вещи, которые не замечал раньше. И это можно вывести на проекцию даже в программу. А вот Дарья Бреусова заметила, что с момента, как она начала заниматься капоэрой, стала менее застенчивой и физически выносливее. Попала на занятия девушка совершенно случайно. На открытый урок ее позвала подруга. До самого начала тренировок Дарья даже не представляла, что такое капоэра. Как разобралась, влюбилась практически с первого взгляда. Ну, на самом деле, для каждого по-своему, потому что не всегда можно влюбиться в капоэр именно с первого взгляда. Это все-таки в некоторых моментах может быть довольно тяжело. Много моментов, которые даются не сразу. Но лично меня больше всего зацепила именно атмосфера. Вот отношения друг к другу, именно взаимодействие между людьми. Я смотрю, что здесь нет разделения на женщин, мужчин. Вы занимаетесь все вместе. Насколько сложно, насколько тяжело тебе? По-моему, это, наоборот, очень хорошо. То есть, когда мы работаем в парах, мы можем выбирать, кого хотим, с кем нам комфортно заниматься. И, в принципе, люди взаимодействуют все друг с другом. И, на мой взгляд, это, наоборот, большой плюс. То, что нет вот этого полового разделения. У всех разные возможности. И можно заниматься с тем, с кем тебе заниматься комфортно. Давай поговорим про нагрузку. Когда новичок приходит, конечно, ему сложно. Через какое время приходит, не знаю, понимание всего и, в том числе, и привыкание мышцы тела? На самом деле, это тоже довольно индивидуальные вещи. У каждого очень разная физическая подготовка. Кому-то дается проще с самого начала, кто-то к этому долго идет. Относительно вливания в коллектив, именно то, как человек проникается этой атмосферой, это тоже зависит от человека. Но если он остается с нами, то, скорее всего, он остается надолго. То есть, скажем так, если пришел не понравилось, тебе с нами не по пути? Или вам с ним? Ну, чаще, если человек, да, вот это не его атмосфера, его не цепляет, он просто уходит, как бы мы никого не держим, естественно. Но если люди остаются, они принимаются такими, какие они есть, и это очень здорово. Даша, сколько лет занимаешься уже? Почти 4 года. В марте будет 4 года группе. Ну, это довольно много для занятий. Письма. Скажи, пожалуйста, как тебе помогает КПР в жизни? Она помогает, прежде всего, в общении. То есть, мы здесь учимся не просто делать какие-то крутые штуки, мы действительно учимся взаимодействовать друг с другом. На самом деле, когда я пришла, я была очень закрытым человеком. Даже те же обнимания при встрече, при прощении, для меня это было что-то такое вот немножко не мое. А общение с ребятами очень сильно раскрепощает. Ты учишься открываться, учишься с ними общаться, взаимодействовать. Но я заметила, что очень важен тактильный контакт. Вы друг к другу, ну, можно сказать, так, пятерочку, да, даете, двигаетесь вместе синхронно. Ну, это, собственно, основа КПР, когда мы играем вроде в кругу, взаимодействие идет именно друг с другом. То есть, это не два отдельных соло. Мы именно взаимодействуем. То есть, реакция одного человека влечет за собой реакцию другого человека. И это как вращение шестеренок. То есть, если они отдельно друг от друга, механизмы работают, они вместе. Про эмоциональное поговорили, а физическое состояние насколько улучшается? Намного. На самом деле, я даже за последние пару месяцев особенно стала сбрасывать вес. Вот, прям, это очень сильно тренирует. Причем тренируются мышцы, о которых ты в своей повседневной жизни, да, ты действительно просто не вспоминаешь о том, что они есть. Очень разнообразные нагрузки. И у тебя тренируется, по сути, все тело. Ну, я заметила, что это прям очень сильная растяжка. То есть, вы прям некоторые суставы там так изворачиваете. Растяжка, конечно, тоже присутствует. Но я бы не сказала, что это прям критический момент. На самом деле, опять же, все упирается в атмосферу. Особая атмосфера чувствуется на семинарах. Они не похожи на классические соревнования. Это больше обмен опытом. Приезжают на такие встречи мастера с разных городов и даже стран. Семинары улучшают и развивают навыки, а юные ученики узнают много нового. Соревнований в КПР нет, потому что это не соревновательный вид спорта. Есть семинары. Семинары – это когда мы из других городов привозим капуристов, преподавателей КПР, которые очень долго занимаются. Собираем всех учеников со всех наших залов, всех детей, всех взрослых. Наши приглашенные гости всем ребятам дают мастер-классы, проводят для них тренировки. В конце ребята показывают, чему они за этот год научились и им раздают пояса. Вот, кстати, про пояса. Я здесь вижу и зеленый, и желтый, и зелено-желтый. Расскажите о них подробнее. Пояса имеют цвета бразильского флага. Если посмотреть на бразильский флаг, у нас четыре цвета. Зеленый, синий, желтый и белый от края к центру. И пояса формируются из этих цветов, так же идут от края, как они идут во флаге, от края к центру. То есть получается зеленый – это самый базовый? Зеленый – это базовый, потом зеленый – желтый, желтый, зеленый – синий, синий и так далее. Расскажите немного, Бразилия – это такая яркая, интересная, контрастная страна. И когда мы пришли к вам на занятия, мы видим, что вы тоже очень веселые, очень позитивные. Это у вас так или вообще во всей КПРе так? За всю КПРу сказать не могу, но в нашей группе, у нас большая группа, филиалы есть в 14 городах, во всей нашей группе тренировки проходят именно так. Наша группа «Кардау Джоуру» – у нее основная группа в Израиле находится, и там наши главные мастера. В России филиал израильского центра. Основной филиал российского центра находится в Москве и в 14 городах, в том числе в Волгограде, филиалы. К слову, больше всего капоэристов, конечно, в Бразилии. На втором месте – Израиль. Замыкает тройку лидеров – Россия. Да, этот вид боевых искусств появился довольно давно, но при этом он продолжает развиваться. С каждым годом появляется все больше и больше людей, которые влюблены в капоэру. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова